Видео-лекция по дисциплине «Модифицированные бетоны» для магистрантов образовательной программы «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» Кафедра СМИТ Тема лекции – значимость оптимального подбора состава модифицированного бетона Лектор Серово-Роза Файковна План лекции – введение Первое – подбор состава бетона Второе – виды и корректировки составов Третье – задания на подбор состава бетона Четвертое – требуемые показатели бетонной смеси Пятое – подбор состава тяжелого бетона Шестое – способы приготовления эффективных модификаторов Цель лекции – ознакомить магистрантов с подбором состава бетона С видами и корректировками составов Также рассмотреть способы приготовления эффективных модификаторов И технологические схемы приготовления жидких добавок Введение Подбор состава бетона Производят с целью получения бетона В конструкциях с прочностью И другими показателями качества Установленными государственными стандартами Техническими условиями И проектной документацией На эти конструкции При минимально возможном расходе цемента Для подбора состава тяжелого бетона Используют Рекомендации по подбору составов тяжелых и мелкозернистых бетонов Правила подбора состава тяжелого бетона Известные методы подбора состава тяжелого бетона Детально учитывающие специфику отдельных технологий И условий их применения Для построения технологических Другими словами базовых зависимостей Особенно при подборе составов бетона С комплексными химическими минеральными добавками Или с использованием многофракционных заполнителей Применяются в том числе Методы подбора состава бетона С применением математического планирования эксперимента Первое Подбор состава бетона Подбор номинального состава бетона Производят в лабораториях раствора бетонных узлов Для цемента конкретного вида И марки конкретного предприятия-изготовителя Для щебня или гравия конкретного карьера Для песков конкретного карьера Для химических добавок конкретного вида Для изготовления ответственных конструкций Армированных фундаментов Перекрытий Лестничных маршей И площадок Следует применять бетоны Рекомендуемые проектной документацией И доставляемые к месту строительства автомиксерами Для неответственных конструкций Либо при варианте Что берется риск на себя Бетон может быть изготовлен на строительной площадке Второе Виды и корректировки составов Рабочие составы бетона Назначают по предварительно построенным базовым зависимостям С проверкой в лабораторных или производственных условиях Корректировку рабочих составов Производят по таблицам Алгоритмам Или построенным в ходе подбора Номинальных составов Базовым зависимостям Связывающим показатели Качества бетонной смеси И бетона с качеством И расходом основных компонент Основными варьируемыми технологическими параметрами При подборе номинального состава Тяжелого бетона должны быть Цементно-водное отношение Доля песка в смеси заполнителей И расход добавки При подборе составов бетона Которым кроме прочности Предъявляются дополнительные требования Такие как Морозостойкость Водонепроницаемость Коррозионная стойкость И так далее Следует учитывать известные зависимости Связывающие качество материала Для бетона И технологию его приготовления Со свойствами бетонов Которые необходимо обеспечить Петя Задание на подбор состава бетона Задание на подбор состава бетона Должно быть составлено для конструкций Конкретной номенклатуры Изготавливаемых из бетона одного вида И качества По определенной технологии Если по одной технологии Изготавливают конструкции Изделия из бетонов Одного или разных Но близких классов по прочности То для них можно составить Одно общее задание Задание на подбор состава Разрабатывается Технологическая служба Предприятие изготовителя Бетонной смеси На основе проектной документации Действующих нормативных документов И конкретных условий производства На предприятии Или стройплощадки Задание должно содержать Нормируемые показатели Качества бетона В соответствии с технологическими Требованиями стандарта Технических условий Или проектной документации На конструкции конкретных видов Для которых предназначен бетон Показатели качества бетонной смеси Длительность и режимы Твердения бетона И другие условия производства Принимаемые по технологической документации Разработанные в соответствии С действующими стандартами Нормами И правилами Показатели однородности Прочности бетона Всех видов А также соответствующий им Средний уровень Прочности И потности Планируемые На предстоящий период Ограниченное по составу бетона И применение Материалов Для его приготовления Установленные нормативно-технической И технологической документацией Четвертое Требуемые показатели бетонной смеси Первое Все нормируемые показатели качества бетона Назначают в соответствии С требованиями стандартов Технологических условий И проектной документации На конструкции Для которых предназначен бетон В том числе Класс Марка бетона По прочности На сжатие Отпускную прочность Бетона Сборных конструкций Процент Процент Класса Или марки Передаточную прочность Преднапряженных конструкций Процент Класса Или марки Класс Марки Бетона По прочности На растяжение По морозостойкости Вода Непроницаемости Истираемости И другими показателями качества Если они предусмотрены В нормативно-технической документации Показатели Показатели Однородности Прочности И соответствующие им средние уровни Прочности Согласно которым Необходимо подбирать состав бетона Состав бетона Следует подбирать Исходя из среднего уровня Прочности Значение среднего уровня Прочности И плотности Для подбора состава бетонов Принимают По ГОСТ 18105 И ГОСТ 27005 С учетом Фактической Однородности Бетона И планируемых Мероприятий По ее повышению Таблица Бетонов По Прочности Давайте рассмотрим Эту таблицу Первый столбец Это класс Бетон По Прочности Нажатия Второй Это средняя Прочность Бетона Данного Класса При Коэффициенте Вариации 13,5% Третья Это Ближайшая Марка Бетона По Прочности Самый Последний Струбец Это Отклонение Ближайшей Марки Бетона От Средней Прочности Класса Второе Требуемые показатели Качества Бетонной Смеси Назначают Соответствием Стребования СНИП Положение По Производственном Нормировании Расхода Материалов Строительстве Типовые Нормы Расхода Цемента Для Приготовления Сборных И Монолитных Бетонных ЖБИ Конструкций И Другое В том Систем Удобо Укладываемость Бетонной Смеси Место И Время Ее Определение Сохраняемость Расслаиваемость Воздухосодержание И Другие Показатели Предусмотренные В Технологической Документации Третье Технологические Условия Производства Определяют В соответствии С действующими Нормативно-техническими Документами Технологические Карты Проект Организации Работ Так Далее И Фактически Имеющиеся На Предприятии В том числе Сроки И условия Твердения Бетона До Достижения И Нормируемых Показателей Качества Включая Режим Ускоренного Твердения Способы И режимы Приготовления Бетонной Смеси Например Раздельное Приготовление С Использованием Скоростных Активаторов Особенности Технологического Процесса Немедленная Распалубка Двухстадийное Твердение Дополнительная Отделка И так далее Способы И режимы Уплотнения Бетонной Смеси В конструкциях Четвертое Характеристики Всех Материалов Используемых Для Приготовления Бетонов В том числе Виды Цементов Их Марки И Активность При Пропаривании Виды И Фракции Заполнителей Виды И Характеристики Добавок Требования К материалам Для Приготовления Бетона Определяются Характеристики Всех Материалов Используемых Для Приготовления Бетонов В том числе Виды Цементов Их Марки И Активность При Пропаривании Виды И Фракции Заполнителей Виды И Характеристики Добавок Материалы Для Приготовления Бетона Должны Отвечать Цементы Первой И Второй Группы Эффективности При Пропаривании Мелкие Мелкие Пески С модулем Крупности От Полутора До Двух Допускается Применять В В Бетонах Класса До В 15 М 200 Включая Использование Этих Песков В Бетонах Класса Выше В 15 М 200 Не Целесообразно Так как Приводит К Значительному Повышению Расхода Цемента Рациональные Марки Цементов Для Бетона Различных Марк Рассмотрим Таблицу Проектный Класс Бетона По Прочности Нажатия Самая Моминимальная Б 7,5 Большой Б 45 Рекомендуемые И допускаемые Марки Цемента Для Тяжелого Бетона При Твердении В Условиях Делятся На два Вида Естественных И Тепловой Обработки При Отпускной Прочности Бетона Естественные Делятся На Рекомендуемые От 300 До 550 И Допустимые От 400 До 550 Проектные Делятся На 70 И более И 80 И более Также 70 И менее Делятся На Рекомендуемые И допускаемые А 80 И более Делятся На Допускаемые И Рекомендуемые Пятое Подбор Состава Тяжелого Бетона Подбор Номинального Состава Определение Производственного Состава Оптимизация Состава По Критерию Минимального Расхода Цемента Первое Подбор Номинального Состава Бетона Подбор Номинального Состава Бетона Производят По Следующим Этапам Выбор И Определение Характеристик Исходных Материалов Для Бетона Расчет Начального Состава Расчет Дополнительных Составов Бетона С Параметрами Составов Отличающихся От Принятых В Начальном Составе В Большую И Меньшую Сороны Изготовление Пробных Замесов Начального И Дополнительных Составов Отбор Проб Испытание Бетонной Смеси Изготовление Образцов И Их Испытание По Всем Нормируемым Показателям Качества Обработка Полученных Результатов С Установлением Зависимости Отражающих Влияние Параметров Состава На Нормир Показатели Качества Бетонной Смеси И Бетона И Предназначенных Для Назначения Номинального А Также Назначения И Корректировки Рабочих Составов Бетона Подбор Номинального Состава Производят Для Вяжущего Каждого Вида И Марки Каждого Предприятия Изготовителя Для Крупного Заполнителя Каждого Карьера С Одинаковой Максимальной Крупностью Для Крупного Пористого Заполнителя Каждой Марки По Насыпной Плотности И Прочности Каждого Предприятия Изготовителя Для Песков Каждого Карьера Для Химических Добавок Каждого Вида Пятое Подбор Состава Тяжелого Бетона Твердеющего В условиях Тепловой Обработки По Формуле 1 Определяется Цементно-водное Отношение Обеспечивающее Заданный Уровень Прочности Пропаренного Бетона В Проектном Возрасте Цементно-водное Отношение Обеспечивающее Проектную Прочность Бетона После Тепловой Обработки Равно Прочность Бетона В возрасте 28 суток После Тепловой Обработки Минус Минус 0,06 Р 428 Плюс 10 Деленое На 0,24 Активность Цемента После Тепловой Обработки В возрасте 28 суток Плюс 10 Активность Цемента После Тепловой Обработки Определяют По Результатам Испытания Образцов Пропаренных По Методике Испытанных В возрасте 28 Суток Или Принимают Равной Гарантированной Марки Цемента Это Зависимость Прочности Бетона После Тепловой Обработки От Отношения Цементно-водного И Активности Цемента При Пропаривании 1,5 Это Активность Цемента При Пропаривании Разно 15 20 25 30 И 40 Мегапаскаль Это Рисунок Зависимость Прочности Бетона В возрасте 28 Суток От Отношения Цементоводного Раствора И Марки Цемента 1,4 Это Марка Цемента Соответственно Равная 300 400 500 600 Мегапаскаль А для Промежуточных Значений Активности Цемента По Чертежу 1 И 2 Значения Отношения Цемента Водного Принимают По Линейной Интерполяции 2 Расход воды Для Начального Состава Бетона Принимают По Таблице 1 В Зависимости От Заданной Удобо Укладываемости Бетонной Смеси Вида И Максимальной Крупности Заполнителя Таблица 1 Это Определение Расхода Воды Примечания Первое Расход Воды В таблице Приведем Для Цементно-водного Отношения 1,25 2,5 При Цементно-водном Меньше 1,25 И Цементно-водного Больше 2,5 Расхода Воды Соответственно Уменьшаются Или Увеличивают Второе Расход Воды В таблице Приведен Для Цементов С нормальной Густотой Равной 25-30 Процентов При Увеличении Или Уменьшении Нормальной Густоты На 1% Объем Воды Увеличивают Или Уменьшают На 2% Третье При Увеличении Подвижности Бетонной Смеси ОК Больше Или Равно 10 Сантиметров Следует Применять Пластифицирующие Добавки Третье Расход Цемента С Кг На 1 М Кубический В начальном Составе Бетона Рассчитывают По Формуле С Равно ЦВ Умноженное На В ЦВ Это Цементно-водное Отношение А В Это Расход Воды Четвертое Абсолютный Объем Заполнителей ВЗ Л Рассчитываются По Формуле ВЗ Равно 1000 Минус В Деленное На ПВ Минус Ц ПЦ ПЦ Это Плотность Цемента А ПВ Это Плотность 1 Кг Воды В Литрах Пятое Количество Мелкого Заполнителя Например Песка Рассчитывают По Формуле П Равно ВЗ Р Ро П Расход Цемента В Бетоне Равняется Объем Умноженный На Долю Песка В Смеси Заполнителя По Абсолютному Объему Умноженную На Плотность Юрим Песка Р Равно П Деленное На Ро П И все Это Деленное На П Ро П Плюс Щ Деленное На Ро Щ Долю Песка В Начальном Составе В Зависимости От Расхода Цемента И Наибольшей Крупности Заполнителя Принимают По Таблице 2 С Учетом Удобо Укладываемости Бетонной Смеси И Крупности Заполнителя Таблица 4 Это Определение Доли Песка Смеси Заполнителей На 1 Метр Бетонной Смеси При Удобо Укладываемости Бетонной Смеси От Ж Равняется 20 секунд До О К Равняется 10 См Шестое Количество Крупного Заполнителя Рассчитывают По Формуле Щ Это Расход Крупного Заполнителя Равен В З Умножить На Радность Единица Минус Р Малое Умноженное На П Щ При Изменениях Режимов Тепловой Обработки Бетонов Времени Определения Отпускной И Проектной Прочности Бетона Методики Определения Активности Цемента При пропаривании Начальный Состав Бетона Следует Уточнять По Базовым Зависимостям Прочности Бетона Цементно-водное Отношение Построенным На Основании Анализа Статистических Данных Прочности Бетона Изготовленного На Конкретных Материалах И По Режимам Принятых На Данном Производстве Определения Производственного Состава Начальный Состав Бетона ЦВП ЩА Проверяют На Опытном Замесе Целью Уточнения Удобо Укладываемости Бетонной Смеси Для этого Изготавливают Замес И Определяют Удобо Укладываемость Если Удобо Укладываемость Опытного Замеса Не Соответствует Заданной То Производят Корректировку Начального Состава Бетона При этом Повышение Осадки Конуса Или Снижение Жесткости Бетонной Смеси Достигают За счет Добавления В пробный Замес Воды И Цемента В заданном Соотношении Равном Принятому Цементоводному Отношению Оснижение Осадки Конуса Или Повышение Жесткости Достигают За счет Добавления В пробный Замес Заполнителей В данном Соотношении Равном Р Малое Удобо Укладываемость Бетонной Смеси Соответствует Заданной Если Осадка Конуса Имеет Отклонение Не более Плюс-минус Одного Сантиметра А Жесткость Не более Плюс-минус Трех Секунд Подобранным По Удобо Укладываемости Начальном Составе Бетона Фиксируют Фактический Расход Материалов На замес Их Общую Сумму А Также Определяют Плотность Бетонной Смеси Р Р Сантиметр Фактический Расход Материалов Подобранным Начальном Составе Бетонной Смеси Определяют По Формулам Синь Эти Формулы Вы ниже Видите Чуть Ниже Контрольные Вопросы Первое Способы Приготовления И Применения Эффективных Модификаторов Второе Жидкие Водоразбавляемые Химические Добавки Третье Технологические Схемы Приготовления Жидких Добавок Также Чуть Ниже На этом Слайде Вы видите Список Используемой Литературы Спасибо За Внимание Продолжение следует Продолжение следует